я друзья забром утром похмелье 12 у нас короче внезапно друзья лупанула минус 8 ой минус 5 сегодня самый холодный день что-то до минус 10 и завтра минус 5 потом минус 20 и дождь все опять растает ну в принципе на к этому уже пора привыкнуть это финская зима к сожалению в столичном регионе вернее не столичном регионе усима у нас такая зима и есть последний вид фиг знает сколько я почему я и был удивлен что у нас такой дубов декабре и нескончаемый минус 12 прямо но это туда в домике тоже и солнышко из-за этого надо в тени смотреть надо сюда тоже поставить эту электронику чтобы он включался в определенное время не всегда горел ну чем горит чё горишь потухай я мать это солнце яркая яркая пока нету рыбаков странно странно 30 не 1 января и рыбаков нет остатки былой роскоши все начинаем подъедать доедать вот такой наполеончик вчера бабушка привезла мы сами личи себе по кузбану отрезали вот такой вот начинаете мне сначала думали куда-то съездить в магазина открыт только токмани и продуктовы решили никуда не ехать может быть завтра посмотрели что все закрыто сегодня сегодня будем дома наверно баню еще сделаем второй раз вчера ходили уже хотели на улицу выйти а что ты не выбраться на улицу там еще стоит наш фейерверк надо было бы его убрать бы на мусорил он конечно тут много будем смотреть фильмы сейчас бриллиантовая рука идет и любоваться видом от бани топится сет банька то не хорошая такая мы решили семечей выбраться немножко на улицу сходить за почтой вынести мусор пока еще не совсем темно олень наш горит надо конечно тоже на таймер поставишь об он днем выключался бигом по миле возьми бенгальские огни бенгальские огни возьми вон тут и вот эти да он еще там один это мой пошлите надо еще забрать нашу эту петарду нет мы не забрали вас только с нее какахи налетела мусор или тут понимаете ли поперлись пошли отсюда бань отключили но вообще да иду обратно за этим за салютом тишина соседи даже свет не горит ими четно потеряла бенгальскую огни ну смотрите сквозь стекла на веранде видно закат да мы думали со на санках покататься у нас там горочка есть нашем участке туда к соседу виллу да красота вчера как-то ты прибыл а конечно живет они вчера смотрели как это сом не видел никогда сту раз уже видел да дедушка с бабушкой так это далеко и миле хочет на коньках кататься там где-то расчистили в общем я вступила в группу в школьную ватсапе кто-то написал что где-то на каком-то озере расчистили чтобы кататься на коньках так я не знаю где посмотрел достаточно далеко от нас и не знаю миле то ли это вообще озеро калитку забросали и не посыпано скользко достаточно почта была замерзшая такая вся скукоженная она видно была влажная и скукожилась да папа голый в окошке с гномами так у нас традиция шубу есть на следующий день нет меня традиции всегда есть посуды и не поставила за то что места не было и так было еды достаточно да надо больше кто-то хотел его обрезать вообще-то попал сидим греемся время сейчас у нас минус 5 второй час минус 5 минус 5 второй час вот выдвигаемся с юлей мы в магазин вчера все было закрыто почти но это сегодня мы съедим просто так чуть-чуть пошататься и плюс им еще надо немножечко немножечко не надо наушники новые то у нее сдохли сегодня было в планах повесить камеры но юля горит в минус 5 она не готова этим заниматься потому что ощущается как минус 11 ну будем ждать когда будет ноль тогда и полезу прикру прикручу все камеры как вы поняли они у нас уже давно давно куплены но просто даже обзор снят на них до додать далеко до ремонта просто не это самое не закончена финальная часть где мы повесили и показать изображение у юлиных знакомых корона позитивные оказались сестра только что у тебя в талине переболела со всем семейством то вообще я друзья юля мне сказала что сейчас платные тесты в финляндии стали я в это не верю кто знает пишите в комментариях так оно или не так что я еще как раз на днях сказал на работе что как бы финляндия не пошла по стопам эстонии она эти вели в магазинах эти чуть ли не узаконили тесты домашние и покупайте сами чтобы скинуть себя и денежное бремя на тестирование населения они вот и здесь тестируйтесь там а если хотите у нас то заплатите денежку как в эстонии выбер дурной пример так заразителен это в пять секунд финляндия все слизывает так что я не удивлюсь но я не верю надеюсь по крайней мере что не так что платные тесты сделали на коронавирус этот так что кто знает пишите в комментариях на часы народ есть чё немного но есть вот видишь едет увеличен фига там летит можно было на мотособаке пока даша конечно покатаемся зима только началась у нас декабрь декабрь январь вообще закончился имею декабрь видишь да-да-да-да видишь гоняет прикалываюсь такой пока разбон давай пошел снаус спустился все лед же крепкий то лед конечно крепкий вон там сидит голова только пингвин так рыбу ловит там стоят рыбу ловит да везде рыбу ловит смотри открывает люк ну а выходит тут угу 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 отъедет нет нифига сколько там выходят и выходят и выходят и выходят и выводят 4 5 6 еще вышел раз-два как там как-то многое не соседать 1 2 3 4 5 6 7 7 7 угу как они так влезли туда все прикольно интересно то свой такой или это где-то в аренду в деле да свой скорее всего по-моему это вообще российский слушай я уже показывал как-то обзора на них ну не обзора издалека так мы все не нам до магазине нам не добраться все красиво там впереди дома такие старый церковка пешеходов то вроде не особо-то и много да ну да отсюда не видно короче евро 7 7 95 евро 86 и 3 98 евро 68 дизель кстати это дешево потому что я заметил друзья что здесь цены во первых отстают на один день от хельсинки потому что в хельсинке допустим уже будет евро 90 а здесь еще по старым ценам там евро 80 евро 77 и в любом случае здесь дешевле чем в хельсинке что меня очень удивило потому что ну обычно за пределами хельсинки цены должны быть дороже сюда доставить все это а тут наоборот вот такой пыр маленький смотри Toyota Yaris да такую хочешь Юля короче сказала мне что она теперь хочет маленькую машину четырехквертную посмотрим мы обозначили для себя следующую задачу нам надо сделать ремонт в доме в плане спальня комната эмилина это ладно это уже не рассматривается потому что она почти сделана именно спальня вот это что мы говорили с видом на море с большими окнами с проектами вот хотим следующая задача у нас будет вот потом ну по дому короче много чего по дому второе что важно поменять автопарк то есть заменить заменить как минимум две машины Примастар может пока останется а Кашкай и Мерседес точно надо менять вот что будем покупать еще неизвестно но из этих двух нам нужно получается одна семейная тире рабочая и вторая чисто рабочая мне ездить я бы хотела конечно ниссан этот который навар или как он там ну блин он наверное будет такой прожорливый но он же будет по моему зарегистрирован как пакет Тиалту тогда уже дизель и вера там платить не надо космически и маленькую машинку хотела бы ну как то две машины вот я и говорю в любом случае как упирается минимум три а то и четыре машины надо иметь ну вот как то как то есть я хочу ездить на работу на маленькой машинке экономной а тебе и не надо большая мне не надо в том то и дело вот а на этой же маленькой экономной машинке ты никуда уже семьей не поедешь потому что ну она не потянет четверых плюс еще на длительные расстояния может она и потянет но это будешь внутри разрывать шаблоны все это куда-то насиловать ее хочется все таки ехать и не исключенным вот так вот а ехать с комфортом на далекое расстояние в ту же Эстонию домой съездить да ты же не поедешь когда у тебя ноги в крест там закручены как ну я сама то небольшая мне в принципе подойдет это высоким да как бы ну в любом случае это некомфортно и там уже конечно ни о какой безопасности речи не идет если что это да поэтому как то не очень хочется семейную машину маленькую семейную машину хочется большую вот ну посмотрим друзья в любом случае мы будем начинать скоро все обмозговывать какую машину нам взять для себя для работы для всего и что с машинами дальше какие будет лед чистый то есть кашкай у нас выкуплен полностью мерседес изначально был наш получается примастар чуть-чуть осталось в утратить там 10 месяцев что-то платить ну там чуть-чуть осталось в утратить то есть он практически все три машины уже выкуплены и поэтому есть уже свобода от всех этих кредитов и свобода выбора в гиганте имели наушники выбрать это у нее наушники один один ухо совсем не работал а второй теперь начал хрюкать короче сдохли окончательно добила их так что пора выбирать а Юля не знала кстати что тут есть гигантия а я вот до суда ну до Юськи еще добиралась как я тебе говорил как ты не видела что ну просто забыл ну еще на отшибе здесь ну игр последний мусти и миры ну что такое гуд бил в Кашкай что то тут начало свистеть пердеть хрустеть короче ну не выдерживает вау длительных расстояниях стар для них уже так равно не такой стар но просто для него нагрузки все все пошли сидим короче машину отогреваем пошел у нас ледяной дождь я говорю Виталий какой нафиг дождь на улице минус 3 А вот ледяной дождь, сейчас машина вся во льду, стоим ее, отогреваем. Виталя, зеркало чистит, потому что в Кашкай нету подогрева зеркал. Да капец, как так вообще, в Мерседесе есть? Да, в Мерседесе есть. Ну все, поднимаемся. Короче, купили имели наушники, такие же, которые и были. Она не захотела другие, а знаете, покупать что-то по классам повыше, как правило, все для взрослых, для детей лично. Нету, все большое, у нее голова вообще малюченькая, у нее вещи там какой-то, надо кулак подставлять, чтобы наушники. То носок, то еще что-нибудь нахлоп учатся. Да, так что она захотела, ей не надо идти в Bluetooth, ну в принципе и понятно, Bluetooth сами знаете, дети ставят раз в год на зарядку, у нее вечно все пустое. У нее всегда все пустое. Пауэрбанки пустые, телефоны пустые, планшеты пустые, все, ничего не выдерживает нагрузок. Что мы дам сейчас? Ты хотела в Токмане? А здесь мы не денечку шли? Нет. Да, в Токмане. Сейчас мы, друзья, вот сидели, думали, 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 и все-таки, может быть, мы затянем ремонт немножко подольше, потому что, возможно, сделать придется и полы в том числе. Полы у нас изначально не было в планах, но сейчас мы начинаем думать, что если мы эти полы не сделаем сейчас, то потом заставится все мебелью, пятое, десятое и все. Так оно и останется. Это есть большой риск. Но мы этот паркет не будем восстанавливать. Паркет, я считаю, нет смысла восстанавливать, потому что это очень дорого, раз. А второе, это надо еще найти хорошего специалиста. В-третьих, это вонища лака будет стоять такая, что там 2-3 дня жить невозможно в доме. Ну, конечно. Настоящие нормальные лаки, которые стойкие, они все состоят двухкомпонентные, а не тайкой химозой. Кто их наносит, как правило, в противогазе работает. То есть, ну, это не вариант. И плюс это шлифовать полы, это пылища будет такая, что это капец. Я говорю, самая проблема, это найти работника, потому что я с этим сталкивался, я знаю, что это такое полы делать. Начинаете шлифовать, если ты не профессионал, на секунду на другую зазевался, и сразу от круга остается меткой. И ты ее потом, чтобы сошлифовать, придется опять все полы перешлифовать. Да, это адский труд, и не стоит оно того. Легче просто купить нормальный ламинат и постелить его. Так что будем думать насчет полов. Что мы... Ну, дело с одной стороны, да, все, чтобы уже было готово, комната, и больше туда не заходить. Вот. Как вы думаете, правильно? Потому что поставишь двери, потом, чтобы поставить нормальный ламинат, опять двери снимать. Потом опять их ставить. Да нафиг это, не хочу я тогда. Легче, когда уже все у тебя стоит, дверки чепуху поставил. Ну, что мы с тобой столько положили уже? Ну, нет. Что там его класят? Да класят, и не в этом проблема, в деньгах. Тут стоит нормальный ламинат по 25-30 евро квадрат. Я, короче, слышала, что многие покупают, как бы, остатки какие-то от ремонта. А, со строек, это все. Со строек у людей. Где искать информацию? Друзья, пишите контакт. Кто знает, где это все смотреть, может, и там что-то и тоже посмотрим. Потому что мы либо сами покупаем, либо я с работы как раз такие остатки беру, ну, с объектов строительных, что все равно пойдет на выброс. Я спрашиваю, да, можно, можно. У меня вот так сейчас набрано очень много плитки красивой. Вот. Возможно, этому все плиточку-то... Ну, ладно. Не буду сейчас ничего говорить. Обещайся, да? Все, пошли. Ну что, друзья, многие написали правильный ответ, что это за город. Да, в одном из прошлых видео мы спрашивали. Кто знает, пишите в комментариях. Кто не знает, тоже пишите ваше предположение, что это за город. Этот город был под названием... Напомню, один из самых шведскоязычных городов. Это город Порву. Да. Собственно, мы сейчас в нем и находимся. Да. Кому это памятник? Что это такое? Не знаю. Вернет Сёдерс. Стреом осок и вихтер. Сёдерс. Это строительство. Что это строительство, да? О, тут этот самый... Ой, магазин. Можно он закрыть сейчас. Это не плавательный бассейн. Я все хочу вот сюда сходить. А это какая-то забегаловка, да? Это забегаловка какая-то, да. Мне очень нравится само здание. Да. Тайское у нас. Может, какие-то стадионы будут. Да? Да, вообще, да. Единственный, друзья, минус Порва, что здесь нету призмы. Здесь есть большой S-Market. Кассити. Кассити Маркет есть. Здесь, в принципе, все, все магазины есть. Ну, они только разбросаны, но вот нету призмы. Ну, странно. Ну, многие, кстати, недовольны. Да, я в группе состою, эти Порва Лайсер, так они тоже... Типа, что бы вы хотели изменить в городе, там опрос был. Многие писали, что призму хотят. А, строят. Когда-нибудь делается. Ну, вот бензин, АБЦ. Может, было и заправлялся, да. Евро 88. Здесь евро 87. О, слышно, у нас гудит что-то. О, совсем что-то разгудило. Да, совсем. А это либо подшипник, либо тормозные диски. Ну, скорее всего, подшипник. Виталя ругается. Надборники. Да что-то за все. И заклинило их. Их пришлось выключить. Короче, друзья, накупили немножечко продуктов. Совсем там на работу чуть-чуть, там всего будет по чуть-чуть. Зашли в Гесбурге ради интереса. И как ни странно, все работает. Никаких коронапаспортов никто не спрашивает. Все, вообще, как рада работают до полшестого. До полшестого, да. По-новому правилу. Но никто никаких коронапаспортов не проверяет. Вот насколько тогда вот я видел, это в Юмбо было одно из немногих мест, если не единственное, в Гесбургере, кто спрашивал коронапаспорта. И Куар. Я кафешка тоже спрашиваю. Но они объединившие как бы были, да. И все. Бред, бред. Ну, ладно. Хорошо. Короче, на этом все. Закругляемся. Пишите в комментариях, как отметили вы. Как удачно или неудачно у вас с ракетами, с запусками, с туманами. Не знаю, у кого там какие туманы были. У нас все, как вы видели, было хорошо. Вот. Все, друзья. Всех с Новым годом, с новым счастьем, любви, добра, всего самого хорошего. До новых встреч на нашем канале. Всем удачи. Пока-пока. Пока-пока. Новые наушники от Оемича Старо издохли. Такие же, да, у тебя? Точно такие же были, только другого цвета розовый. Ну-ка, принеси старые. Нет, это вообще... Короче, купили вот эти. Стоили они 25 евро. Они проводные. По-моему, там была версия на Bluetooth беспроводная. Но, я вам скажу, она мало держала. Там 8 часов для детей. Это вообще ни о чем. Вот. Вот. Это Bluetooth версия. Они теперь как-то сломались, не заряжаются. Да? А тут, кстати, в комплекте, по идее, еще наклейки должны быть. Не знаю. Ну-ка, открывай, давай посмотрим, что там внутри. У меня уже наклейки. О, и наклейки внутри. Ничего себе. Только в прошлом разу было 2. Прикольно. Так. Инструкция, как я понимаю. Так. Это надо откручивать. Вот эти и вот эти. Отлично. Это снимай. Вуаля! Смотрите, друзья. Такие же наушники, только без Bluetooth. Это вот эта штучка. Да. Ну-ка, померывай. Так. Ну, что? Удобно. Круто? Такие мягкие. Да? Эти были довольно твердые, у них всегда слетала подушечка. Угу. Помнишь? Ты вставлял мне. Ага. Класс. Ну, сейчас заценит. Звучание. Сейчас. Хорошо? Угу. Работает? Угу. Ну вот. Супер-пупер. Ты довольна? Да. Ну вот. Друзья, знаете, что еще купил? Купил крепление еще на телевизор. На всякий случай. 29 евро стоил, по-моему. До 35 килограмм. И до 70 дюймов можно вешать. Вот такое вот. Вот рамка и управляющие. К чему крепится сам телевизор. Ну, надеюсь, будет круто. Я купил сейчас временно на большой телевизор. Вот, друзья, смотрите, я... Как это? Я до сих пор смотрю дома. Не знаю, почему. Мне нравится смотреть, сколько метраж, цена, сколько идет на отопление, как сделано все. Да, кто может знать. У нас очень дорогое кинтестоверо. То есть у каждого дома есть, как бы, налог на недвижимость. И у нас он очень высокий. Потому что я смотрела, например, вот этот дом, Аскала, да, здесь у него грунт 4,5 тысячи. И у него кинтестоверо. Сейчас найду вам. У него малое МП должно было быть, да. Мы, кстати, ездили, смотрите, этот дом. 640 евро. Ну, тоже, как бы, так, кучеряво. 119 квадратов сам дом. Мы ездили его смотреть, и он был куплен. Пока мы вот раздумывали и раздумывали... Его быстро купили. Его купили. Дом недорогой. Ну, если так скажешь, ну, как бы, так, Аскала, она чуть-чуть ближе к... Но он находится в такой попе. Но он находится в такой попе. Там, действительно, попа-попа. Там такое ау было. Ну, 2017 года. Никаких соседей, ни лес. Но, чтобы не понравилось, у него за домом сразу скалы идут. Сейчас я вам покажу. Он был немножко другой. То есть, здесь уже видно, что... Ну, внутренности, что его купили и сейчас опять продают. Не знаю, в чем причина. Но мне не понравился вот этот вот островок. Хотя мне нравятся островки. Он какой-то обшарпанный уже был. Вот какой-то дешмановский какой-то. Пластиковая доска. Да, то есть, он как-то построен на скорую руку, чтобы перепродать и... Или на продажу численно. Ну, да. Единственное, что здесь очень классно была вот эта вот комната. Она такая вот здоровенная была. Вот это мне очень понравилось. Я сказала, что я там жить останусь, если мы его купим. Вот. Вот такой вот дом. И он опять на продаже. Что по кинтесту веры, друзья, хотели узнать насчет, как вообще начисляется, вычисляется. Да, как оно вычисляется, начисляется. Все сказали, площадь и год постройки. Вот от этого все отталкивается. Но это, друзья, далеко не так. Потому что взять, если соседей, вот у нас недалеко продается дом. Продавался. Продавался, да. И у них было все намного больше, чем у нас. А кинтесту веры намного меньше, чем у нас. И вот это вообще как-то непонятно, друзья. Пишите, кто знает, как вообще начисляется и как эта информация вообще узнать. Где узнать. И потому что я сколько спрашивал у финнов, никто не знает. Все говорят, да, это от площади дома и от года постройки. Все зависит от этого. Ну, видите, скала тут сразу идет. Ну да, то есть там, получается, мне не очень понравилось, что скалы. Зачем мне эти камни покупать? То есть на них уже ничего не сделаешь, на этих скалах. А она в твоем метраже, так сказать. И вот здесь было очень большое место. Вот как заезжаете, здесь прям там очень много. Говорят, ну там можете типа гараж построить. Там я хотел построить гараж. То есть гаража своего тут не было. Да. Все так чистенько, конечно, цивильно было, классно. Он еще в придачу два робота давал, этим подстригать к траву. Ну, как-то так красиво, но грустненько. Ну, далеко еще. Там надо было добираться до туда. И наверняка там никто дорогу не чистит. Вот зимой главная проблема – дорога. Кто будет чистить ее? Там трактор нужен свой тогда. Потому что от трассы это было там метров 200, надо было ехать по вот такой дороге по своей. Но, кстати, до старой работы мне было оттуда не особо далеко. Ну, короче, вот факт. Вот, да. Продается заново. Почему? Почему? Непонятно. У меня такое чувство, что этот дом был намного дешевле. Сейчас он стоит 289. Или 275, или 270. Нет, нет, нет. Он был 200 или 240. Что-то, ну, очень дешево как-то, подозрительно, что я удивился. Что-то дешево-то. Ищи маляку там все новое. Ну, да. Ну, смотрите, цены тут вообще. Ну, у меня стоит предел 350 тысяч, правда. Керку, 275, 91-го года, дом. 2009-го, ну, в этом, в Нур-Миярове, 332 тысячи. Да. В Тусула, в Йокила, вот дорогие дома, я заметила. 2020-го года 300 тысяч. Ну, это, опять же, сборные дома. Мы почему-то сборные сразу не рассматривали. Друзья, всем привет. Приехал с работы. Короче, у нас сегодня какое-то 4 число. Вот, 16-26. Мы поплыли. В плане того, что у нас на улице 0. Днем было плюс. Плюс дождь какой-то, слякоть, и, короче, там все течет. Хельсинки по пояс воды, там вообще караул. Вот. Я хотел не об этом рассказать. Испытал огромный стыд. Расскажу сейчас, что случилось. Короче, помните, мы хотели купить коленев, у которого лет подсветка на улице. Хотели купить лося. Я изначально хотел лося. В воскресенье еще смотрели. Посмотрели, что там есть. Там есть везде. Есть продажи еще. И надо ехать. Блин, ну ты с головой вылетела. И в понедельник я вообще забыл. Домой приезжаю и думаю, блин, надо было ехать. Но уже думаю, ладно, завтра пойду. То есть сегодня вторник. Поеду, куплю. Приезжаю я в этот самый... Это было у нас в Хакунило. Заехал в Токмане. Захожу туда. Нету лося. Посмотрел. А рекламная кампания кончилась. Ну, ладно, что делать. Кончилась, кончилась. Выхожу из магазина. И пикалка пищит. Ну, знаете, это как наворовство. Я вообще ничего не покупал. Даже ничего не трогал. Просто зашел в магазин, вышел. Все. Я вышел, зашел. Он опять пикает. Думаю, что это не то. Продавщица на меня смотрит, я на нее. Она такая, типа, сейчас вызову Вартину, охранника. Ну, говорю, хорошо. Приходит охранник. Говорит мне, можно будет вас осмотреть? Ну, знаете, у меня внутреннее сразу там... Я говорю, нет. А почему? Я говорю, а кто ты такой? Я не разрешаю себя осматривать. Я говорю, я могу показать, что у меня ничего нету. Я ничего не покупал. А он тогда начинает, а есть вы что-нибудь покупали? Я говорю, нет. А может, на вас какая-то одежда, которую вы недавно покупали? Я говорю, на мне вообще никакой одежды, которую я недавно покупал, нету. Все, что на мне есть и покупалось давным-давно. Говорю, год назад, если не больше. И потом уже во время разговора начинает вспоминать. Совсем недавно, ну как совсем недавно? Опять же, относительно месяц или два назад. Ну, короче, пару месяцев назад покупали штаны. Я в этих штанах был, да? Покупали штаны и вот в Стокмане специально на работу ходить туда-сюда. И я ему говорю, что штаны покупал, вот эти. Он говорит, что, а там вот этикетка, и к ней приклеивается специальная, ну, противоугонка, скажем так. И когда вы покупаете, ее надо отрезать. Я говорю, первый раз вообще об этом слышу. Я говорю, почему нигде об этом никто не сказал, ничего не написано. Он говорит, это на инструкции там все должно было быть. Я говорю, странно, да? Ну, может и было, но я ничего не видел. Так вот, друзья, представляете, там куча народу, очереди огромные. И все на меня смотрят, как я там с позором пойман охранником, типа, украл что-то. А сам вообще даже не притрагивался ни к чему. Блин, ну так стыдно было, это капец. Смотрите, что это за наклейка. Я потом уже в магазине начал нащупывать, и точно там эта фигня есть. Она внутри, видите, здесь стоит даже метка, что ее надо отрезать. И вот в ней, внутри, там запрятана вот эта вот фиговина. Ну, то есть она запаяна туда. И вот ее надо отрезать. Так что, друзья, имейте в виду, можно так попасться. Хотя я уже с этими штанами во многих ток мы не был, те только не был. И вообще никаких проблем не было. Я вообще и подумать не мог, что я... Почему я ему сказал, что ничего я не покупал, да вы что? Я уже и забыл, когда мы эти штаны покупали. Ну, друзья, на работу чисто купил ездить. Вот. И они копеечные были. И вот такой вот сюрприз меня. Так что, друзья, вот такие вот дела. Имейте в виду. Ну, вот. Там, короче, бумажка, наклейка такая внутри была. В этом конвертике завернута, в этой тряпочке. На этом все. Остались мы без лося. Всем отличного настроения. Боря позитива. Не попадайте в такие ситуации. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok